Всем привет! Сегодня мы с вами попробуем получить кристаллический йод. Не знаю насколько чистый, но точно кристаллический. Для этого нам понадобится обычная спиртовая настойка йода. Давайте перед этим ознакомимся с составом. Здесь у нас соответственно йод, йодит калия, этиловый спирт и очищенная вода. Спирта здесь 46 процентов. В России, я думаю, будет все это дело намного выгоднее, чем у нас. Но что поделать? Прежде чем начать, давайте разберем по отдельности все составные части. Первая основная часть это у нас йод. Он представляет из себя такой вот слегка фиолетовый кристаллический порошочек. Он очень легко летучий, поэтому весь объем баночки тоже окрашен такой слегка розоватый цвет. Это у нас пары йода. Вторая составная это у нас йодит калия. Это просто белый порошочек, иногда в гранулах, продается в химических магазинах и его кстати как и йод можно получить из этой же настойки. Для чего он там нужен разберемся чуть позже. Также в состав у нас входит спирт. Без надписи, без ничего, но думаю вы мне на слово поверите. Если же конечно его никто не выпил и не налил туда что-нибудь другого. Ну и собственно вода. Я думаю показывать воду смысла особо нет. Давайте теперь разберемся для чего все это нужно. Чтобы понять роль каждого вещества в этом растворе, давайте попробуем его приготовить. Собственно нам понадобится йод. Насыпаем чуть-чуть йода в стаканчик, в котором уже заранее налита вода. Буквально чуть-чуть. Столько, я думаю, хватит для начала. Йод сам по себе очень плохо растворяется в воде. Раствор конечно же будет со временем приобретать такой слегка желтоватый оттенок, но этого недостаточно. Для этого нам нужен йодид калия. Он образует комплекс с йодом, тем самым йод у нас полностью переходит в раствор. Давайте насыпем немножко йодида калия и посмотрим что произойдет. Раствор сразу же приобретает характерный оттенок. Йодида калия видимо маловато. Еще чуть-чуть. Раствор у нас приобрел такой характерный для йода цвет. Йод до конца еще не растворился. И давайте просто так туда нальем еще спирта. Буквально чуть-чуть. Тем самым таким нехитрым способом мы получили настойку йода спиртовую. Йода конечно там еще много, но я видимо йодиды калия немножко пожалел. Но суть не в этом. А теперь собственно давайте попробуем получить из этого сам йод. Для того чтобы получить йод из данного соединения, нам нужно преобразовать йодид калия в йод. То есть йод мы получим непосредственно не только из самого йода, но и из йодида калия. Для этого нам нужна кислота любая, в моем случае это серная. Спокойно можно использовать обычную уксусную кислоту, которую можно купить в обычном продуктовом магазине. Также нам понадобится аптечная перекись. Если у вас есть более концентрированная, даже лучше. У меня к сожалению нет. Что мы делаем? Добавляем небольшое количество кислоты на глаз, если честно. И заливаем все это перекисью. Тоже в принципе в свободной форме. Пускай это дело немножко постоит, его немножко перемешаем. Если цвет останется, дольем еще немножко этих составных частей. Оставляем этот раствор постоять какое-то время. Раствор вначале немножко темнеет, потому что образуется йод и йодид калия, который у нас есть в растворе, его, скажем так, поглощает в комплекс. Поэтому добавляем еще немножко кислоты и еще некоторое количество перекиси. Еще раз все это перемешиваем. И еще пускай чуть-чуть-чуть-чуть постоит. Раствор у нас стал очень насыщенного цвета. Сверху плавают маленькие кристаллики йода. Теперь оставляем раствор немножко отстояться, чтобы йод осел на дно. Спустя примерно 10 минут большая часть йода осела на дне стаканчика. Раствор все еще очень насыщенного цвета, поэтому можно в принципе долить еще немножко перекиси. Но у меня, к сожалению, некуда, поэтому я раствор попросту солью в другой стаканчик. На дне у нас остается довольно много кристаллического йода. Но это мы делали из, скажем так, самодельной настойки. Давайте теперь посмотрим, что у нас получится из аптечной. Наливаем небольшое количество. Это будет несколько сложнее, чем я ожидал. Так, настойка у нас есть, она такого темного цвета. И теперь появляются наши лучшие друзья кислота и перекись. Делаем все то же самое. В принципе, это можно делать от балды, поскольку переборщить здесь сложно, кислота ни на что не влияет. Излишек перекиси, в принципе, тоже. Кажется, можно мешать, пока не надоест. Ну вот, в принципе, на поверхности уже начинают плавать маленькие кристаллики. Пускай теперь раствор немножко отстоится. Спустя некоторое время, здесь у нас получается все то же самое. Йод выпадает в осадок. Его можно отфильтровать, но об этом чуть позже. Из аптечной настойки йода, точнее, где-то из четвертой ее части, мы получили примерно вот столько йода. Чтобы не разводить тут непонятно чего, я перелью это в большой стаканчик к первому эксперименту. Потому что разницы, в принципе, нет. Там йод и там йод. Единственное, хочу добавить, что стоит накрыть стаканчик хотя бы обычной салфеткой, потому что йод очень летучий, и запах в комнате у вас будет стоять просто непередаваемый. Или проводите все это дело на улице, ну, как минимум, в хорошо проветриваемом помещении. Кстати, фиолетовый стаканчик еще раз доказывает о том, что йод очень-очень летучий. Ну, а теперь проведем все то же самое, только с йодидом калия, без самого йода и без спирта. Добавляем небольшое количество воды и опускаем, точнее, растворяем йодид калия в ней. Йодид калия полностью растворился, теперь повторяем все то же самое. Вначале добавляем кислоту, слегка перемешиваем, и теперь добавляем перекись. Вначале у нас образуется йод, который у нас уходит в комплекс вместе с йодидом калия. В принципе, получаем все то же самое. Итак, третий растворчик наш тоже готов. Йод мы тоже получили. Полностью раствор обесцветить, к сожалению, не удастся, потому что у йода есть тоже хоть небольшая растворимость в воде, поэтому все нормально. Не бойтесь переборщить перекись и кислоты, это никак не влияет. И, собственно, третий наш растворчик тоже отправляется к предыдущим двум. Вначале я упомянул, что из этой же настойки можно получить йодид калия. Для этого просто берем наш йод, наш, точнее, настойку. Наливаем небольшое количество. Это покажу просто в качестве эксперимента. Также туда добавляем небольшое количество перекиси. И, если правильно, мы туда добавляем гидроксид калия. В случае, если мы получаем йод, мы добавляем кислоту. Если мы получаем иодид калия, мы, соответственно, добавляем гидроксид калия. Я представлю, что у меня есть гидроксид калия, на самом деле у меня его попросту нет. Я возьму гидроксид натрия, а еще круче я возьму просто моющее средство КРОТ. И давайте посмотрим, что у нас произойдет. Раствор у нас обесцветился. Тем самым мы получили растворимый йодид натрия и еще кучу разных примесей из моющего средства. Если вы в ходе реакции немножко переборщили с перекисью, это ничего страшного, она, в принципе, начнет распадаться. Единственные пузырьки кислорода, которые образуются при ее распаде, начинают поднимать частички йода вверх. Поэтому часть йода у нас теперь плавает сверху, а часть все еще снизу. Итак, вернемся к нашему йоду. Для того, чтобы получить его в сухом виде, для начала нам нужно все это дело отфильтровать. После того, как йод отфильтровали, обязательно несколько раз на фильтре промываем его дистиллированной водой. На мой взгляд, высушить йод самая большая проблема, потому что он довольно летучий, пары его довольно неприятно пахнут, да и вообще он отличается некой токсичностью. Так что сильно не балуйтесь и делайте все в хорошо проветриваемом помещении. Или, в лучшем случае, даже на улице. Итак, для начала соскребаем наш йод с фильтра, насколько это возможно. И перекладываем на обычный химический фильтр. После чего сверху этот фильтр также промакивается другим фильтром. тем самым мы сможем немножко подсушить йод. Полученный йод нужно очистить. Для этого насыпаем его в химический стаканчик. Сверху накрываем круглодонные колбы с холодной водой или, как в моем случае, часовым стеклом с кусочком льда. Стаканчик нагревается при помощи спиртовой горелки. Йод начинает сублимироваться. Когда пары йода достигают более холодной поверхности, они десублимируются. Тем самым мы получаем красивые кристаллы. Давайте теперь достанем эту красоту из стаканчика. Аккуратненько. Они очень слабо там держатся. Вот такая красота у нас выросла. А как они переливаются? На стаканчике у нас тоже выросли красивые кристаллики. Итак, пока у меня тут все вокруг не пожелтело от йода, давайте всю эту красоту теперь соберем. Нам нужно это как-то хранить. После этого собираем кристаллики в какую-нибудь баночку, которая плотно закрывается. Ну и используем йод по назначению. Хочу вам сказать, что из йода можно вырастить красивые кристаллы. Единственное, это займет довольно долго времени. Ну а на этом я с вами еще не прощаюсь. Как я и обещал, теперь у нас фото кристаллов от подписчиков. Свои фотографии вы можете добавлять в нашу группу в специальный альбом ВКонтакте. Ссылка в описании. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...